здравствуйте с вами четвертая лекция академии эко дачника и сегодня мы отпрыгнем от почвы и ее обработки и зайдем в дом ну хотя бы потому что уже похолодало и надо бы проверить чтобы и в доме все тоже было экологично сегодня мы будем говорить о средствах для стирки и уборки в общем самым приятным да что можно в доме у себя найти мы будем говорить о бытовой химии и о том как сделать ее более безопасной более здоровой для себя своей семьи и окружающей среды меня зовут татьяна липдева вот уже девять лет я делаю онлайн журнал look bio где рассказываю о том как сделать свой быт красоту и питание более здоровым и экологичным и вместе с вами мы сегодня разберемся полностью с бытовой химией но для начала давайте поймем почему почему это важно почему а вы какую бытовую химию дом лучше не приносить начнем с экологических причин и вспомним хотя бы фосфаты это те средства которые очень часто встречаются в стиральных порошках именно от них цветут наши водоемы разумеется бытовая химия не единственное источник загрязнения водоемов фосфатами а главная ответственность несут минеральные удобрения те самые которых мы с вами избегаем на огороде так зачем же зачем же брать стиральный порошок с фосфатами когда можно и без них когда можно позаботиться водоемах плюс к этому добавьте неразлагаемые павы павы это поверхностно активные вещества которые являются основой во всех пенных средствах будь то шампунь или средства для мытья посуды павы можно сделать из растительного сырья и в этом случае они как правило будут биоразлагаемые в природе а можно сделать из нефтесырье и тогда павы будут не биоразлагаемые до конца что это значит это значит что помыли мы посуду либо помыли мы пол с этой жидкостью с неразлагаемым павом все это ушло водостоки прошло какую-то очистку если прошло и в итоге какие-то частички вот эти нефтепроизводные не до конца разложились это осталось в почве это осталось в грунтовых водах либо вернулась к нам вместе с круговоротом воды в природе нужно нам это нет а нужны ли вам другие вещества список их вот здесь которые можно найти тоже в обычной бытовой химии я думаю что ваш ответ будет нет тогда перейдем к следующему списку причин почему экологичная химия почему бытовая химия в доме должна быть экологичной ну хотя бы потому что это снижение аллергического потенциала если у вас в доме есть аллергики если у вас есть доме дети то конечно же за всеми вещами которые могут возбуждать какие-то аллергические реакции нам нужно следить и в первую очередь конечно это бытовая химия это порошок который стирается одежда это средство которое моется посуда это средство которое моется пол ведь мы же с вами понимаем что все это частички остается и в воздухе и на поверхностях плюс экологичная бытовая химия исключает тактильный контакт с вредными веществами и конечно же делает воздух в доме более здоровым вспомните хотя бы запах хлора в хлорированном бассейне нам наверное в доме этого не нужно но прежде чем перейти к тому как чем руководствоваться до при выборе средств для уборки я хочу сделать некоторое предостережение своего рода дисклеймер что на самом деле экологичная бытовая химия в некоторых вопросах может чуть-чуть снизить скажем так ваш идеал чистоты но чтобы было понятнее давайте вспомним ту самую женщину из рекламы которая постоянно там ватной палочкой потирает под уботком унитаза чтобы у нее там было прямо так чисто что можно было туда приглашать гости уж не знаю кого наверное фракенбок какую-нибудь так вот та женщина она очень радовалась что у нее чисто кристально чисто под уботком унитаза потому что в ее средстве есть антибактериальный агент триклоза так вот а я огорчу эту женщину и тех кто следует ее примеру тем что триклоза он действительно убивает все микробы которые возможно но вместе с тем он еще и увеличивает нашу стойкость к антибиотикам и та резистентность к антибиотикам которые бьют сейчас в колоколы все врачи откуда она берется вот она берется в частности из этих антибактериальных агентов и поэтому если мы говорим о выборе более экологичного метода ухода за думом за слежением за чистотой да то конечно же в экологичной бытовой химии таких жестких компонентов нет соответственно и чистота может быть чуть менее кристальная чуть менее идеальная тем не менее это все равно будет чистота и все зависит от того насколько легко и насколько гибко мы к этому мы хозяйки к этому относимся кстати я думаю вам будет интересно узнать что при прохождении органической сертификации пункта вот в стандартах для органической сертификации для продуктов питания и так далее так вот пункт средств для уборки очень важен и всегда проверяются какие средства используются и в коровниках и там у в курятниках и на производстве безусловно все не экологичные средства запрещены потому что даже их очень небольшое количество оставшиеся может навредить и природе и человеку так вот давайте временем пойдем виртуально в магазин и попробуем найти те средства которые будут экологичны и на первый взгляд нам покажется что вот они прям все что лежит в магазине то это вот и есть натурально и экологично потому что чуть ли не каждое средство пестрее каким-нибудь зеленым листочком выбери меня я эко я био там какая-нибудь частота от природы правильно правильно но мы же сами умные ребята и мы понимаем что доверять любой декларации производителя не стоит так как же все таки выбирать бытовую химию но для начала давайте вспомним что есть такие временем проверенные средства как сода и лимон горчица хозяйственное мыло я думаю что среди вас есть те которые про эти средства и не забывали ну а если как вы подзабыли то наверное можно взять что-нибудь на вооружение из арсенала наших бабушек и мам допустим соду которая прекрасно справляется с допустим с налетом черного чая кто так любит пить черный чай признавайтесь есть такие это я поэтому конечно у меня есть в доме сода а что есть в доме у вас а может быть вы пользуетесь горчичным порошком или лимоном или хозяйственным мылом так вот давайте вспомним об этом но не будем на этом ограничиваться и все-таки перейдем в магазин на ту самую полку где всегда пахнет и бытовой химией очень хоть и неприятно часто бывает это так вот как нам выбрать бытовую химию чтобы она действительно была экологичной чтобы она не несла вреда не окружающей среде не нашим домашним наверное кто-то из вас подумает что нужно читать состав и будет не прав потому что как раз бытовая химия это то самое место где читка состава нам совсем не поможет это работает более-менее в косметике это может сработать в продуктах питания но бытовой химии нет потому что по закону производители бытовой химии не должны писать полный состав на своих средствах нет состава правило не работает поэтому работает по сути дела только одно правило это эко маркировка международная эко маркировка перед вами знаки между международной эко маркировки вот если вы видите на средстве один из этих знаков будьте уверены средство экологично и оно безопасно для природы и человека теперь давайте разберемся почему эко маркировка стоит так безоговорочно доверять но во первых это такая знаете институт и он развивается во всем мире в россии достаточно пока слабовато но в мире институт эко маркировки идет в общем семимильными шагами это очень удобная система для потребителя и очень сложная система для производителя потому что он не может просто поставить этот значок на упаковку потому что чтобы поставить этот значок на упаковку производитель должен пройти сертификацию третьим независимым агентством независимой стороной он должен доказать что состав средства что производство процессы все производственные упаковка что все соответствует стандарту для экологичной бытовой химии и этот знак дается не так как медаль на выставке вот ты получил эту медаль и ходи с ней там до конца своей жизни нет эта маркировка дается на определенный срок как правило на год а через год то должен с этим же продуктом этот же производитель то должен опять пойти к сертификатору и опять доказывать что ты все делаешь правильно что твой продукт соответствует стандарту именно поэтому международный институт эко маркировки ну то что там какой-то один институт да а в принципе это как сущность такая он набирает популярность во всем мире и я уверена что он будет расти в россии а вы будете уже знать и вы будете знать все эти знаки потому что их на самом деле не так много и можно к ним привыкнуть и их выучить и не стоит с ними путать какие-то собственные значки от производителя чтобы разобраться в это маркировках и чтобы не принимать какие-то там значки левые за эту маркировку я вам советую скачать приложение это лейбл гайд и там вы узнаете что эта маркировка есть не только для бытовой химии или других товаров для быта допустим даже для краски или для линолеума также конечно же своя маркировка существует и в продуктах питания и в косметике и чем больше вы этих знаков знаете тем будет экологичнее ваши покупки тем будут экологичнее ваши покупки а это значит что ваш дом будет постепенно становиться экологичнее и вы сами и ваши домашние будут ограждены от части тех проблем которые возникают в принципе вокруг бесконечный обман который мы видим в магазинах от производителя и достаточно жесткие неприятные вещи которые мы встречаем их продуктах питания и в идее и в косметике и так сегодня мы с вами поговорили о том как выбирать бытовую химию я рекомендую бытовую химию экологичную и исключительно с международной эко маркировкой доказательства покажу вам несколько средств которые нашла у себя дома это биоми у российский производитель как правило его стиральные порошки и другие продукции сертифицированы листком жизни это синергетик смотрите пожалуйста на их товары с экомаркировкой и чья или листок жизни есть фрош у них эколей был это международный знак как маркировки другой хороший российский производитель organic people и они их знак и чья это лишь четыре производителя но на самом деле их больше ищите эту бытовую химию в магазинах и и знаете что экологичность это не что-то такое несусветное то что ваш дом уже тоже шаг за шагом становиться экологичнее и от этих изменений вы получите безусловное удовольствие потому что как минимум вы будете осознавать что вы делаете все правильно для себя для своей семьи и для нашей общей общего дома для нашей природы для нашей окружающей среды и чтобы закрепить полученные знания давайте сделаем домашнее задание небольшой я предлагаю вам зайти в онлайн или в оффлайн в обычный магазин и найти там одно или два средства с экомаркировкой зафиксировать это рассказать о нем зафиксировать это на фото снабдив несколькими предложениями небольшим рассказом либо сделать эссе о том как как вы используете в уборке такие старые проверенные средства как горчицу уксус лимон лимон или соду и тоже написать об этом надеюсь что моя лекция вам понравилась вы подчеркнули для себя что-то новое и надеюсь мы может быть сами увидимся как-нибудь еще раз всего хорошего пока